МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа уроки выживания и я, Лев Миринский. Каждую секунду нашей жизни мы совершаем выбор. Делать или не делать, выбрать то или другое. И из всех этих решений складывается наша личная история. Некоторые из этих выборов особенно важны, потому что определяют наше будущее. Именно такое важное решение сегодня предстоит принять сотни молодых людей по всему Крыму. Я говорю о выпускниках. Еще несколько дней, и школа для них останется в прошлом. Начнется взрослая жизнь. И им предстоит решать, кем они хотят быть в этой взрослой жизни. Итак, сегодня мы поговорим о том, как не ошибиться в выборе вуза. Как заложить основы своей будущей карьеры. Сегодня в Украине насчитывается 920 высших учебных заведений. Среди них 350 университетов и академий. Абитуриент может подавать документы сразу в несколько высших учебных заведений. Однако обучаются чаще в одном институте. Поэтому у каждого молодого человека на разных стадиях поиска обязательно возникает вопрос. Какое учебное заведение для него наиболее подходит? Прожив всю жизнь в маленьком курортном поселке, Мария Бычковская всегда мечтала получить по-настоящему блестящее образование. С новой системой внешнего тестирования она столкнулась в самых первых эшелонах страны. Поступала я в 2008 году. В этом году впервые ввели тестирование. По поводу тестирования скажу, что мне эта идея понравилась, потому что отменены были вступительные экзамены. Правда посетовала Мария и на недостатки системы, ведь после тестирования дальнейшие ее заслуги ученицы уже никого не интересовали. Математика у меня была 193. Это 11 баллов по школьной программе. И этого было достаточно, чтобы поступить на бюджет. При этом не учитывались аттестат. Можно было на тестирование просто на бум на классы, грубо говоря. И можно было также пройти на бюджет. Получив на руки сертификаты тестирования, Мария подошла к выбору вуза серьезно и приняла решение обучаться в государственном с высоким уровнем аккредитации. Поступала почему в государственном? Потому что есть больше надежды на то, что найду работу. Почему на экономический? И в связи с тем, наверное, что больше нравится, это о сфере деятельности. Будучи только на втором курсе, Мария уже мечтает и о втором дипломе. И тоже точно знает, каким он будет. Ведь работать хочет с налоговым законодательством. А пока подбирает себе следующий вуз по душе. Потому что я считаю, одного образования у нас маловато. Я думаю, тот человек будет более разноплановым и более интересным. И работать будет интереснее с таким человеком. Как это не печально, но в первую очередь при выборе образования встает вопрос его цены. Высшее образование по-прежнему может быть бесплатным. Но для этого нужно поступить в государственный вуз. И попасть в число студентов, обучающихся за счет государства. Но количество бюджетных мест ограничено. Время, когда по конкретной специальности студентов готовили один-два столичных вузов, кануло в прошлое. Сегодня спектр высших учебных заведений значительно расширился. И в основном за счет появления негосударственных институтов. Однако увеличение их количества зачастую не только не облегчает абитуриенту выбор, но наоборот усложняет его. Существует целый ряд опасностей. Бывают случаи закрытия частных институтов и университетов. Нередко их дипломы не котируются работодателям. Или вообще не соответствуют государственному образцу. Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления в него, нужно учитывать ряд факторов. Наиболее существенными из них является уровень аккредитации и диплом государственного образца, наличие в институте профессионального и преподавательского состава, качество обучения, техническое оснащение. Поэтому, если вы решили остановиться на коммерческом высшем учебном заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной аттестации и аккредитации. Посмотрите, кто его учредитель. Хорошо, если это солидная организация. Обратите внимание на год основания вуза. Чем раньше он создан, тем лучше. Пообщайтесь со студентами выбранного учебного заведения. С их слов вы узнаете намного больше, чем из рекламных проспектов. Сроки подачи документов в вуз в этом году всего месяц. Отнеситесь к выбору вуза ответственно. Скорее всего, у вас просто не будет времени что-то менять и переделывать. К этому нужно отнестись очень серьезно. Нам нужно найти учебное заведение 3-4 уровня аккредитации. Нужно опять же посмотреть, какую проводит это учебное заведение, работу внутреннюю и международную научную. Как проходит практика студентов. Есть ли возможность обучаться за границей. В 2010 году введен ряд новшеств. Одно из них это сроки проведения внешнего тестирования. Оно пройдет уже после получения аттестата. Добавилось и количество предметов, которые нужно сдавать. Биология, география и иностранный язык. То есть помимо двух обязательных предметов добавляется еще один сертификат по выбору. Вот из названной мною дисциплины. К вашим сертификатам теперь смело прилагайте аттестат. Его средний балл не решающий, но учитываться должен. А если вы заканчивали школу до 2007 года, вы имеете право сдавать вступительные экзамены вместо тестирования. Разрешается или представлять сертификаты в качестве образования для поступления в соответствующий ВУЗ. Или сдавать экзамены по основным предметам. Ограничилось и количество специальностей, на которые вы можете претендовать одновременно. Не более трех в одном ВУЗе. Хотите на бюджет по льготной квоте? Тогда только в один ВУЗ с оригиналом аттестата. Должны прежде всего быть бюджетные места. Естественно, на это количество мест могут претендовать любые абитуриенты, имеющие те или другие показатели. И, наконец, чтобы получить достойное образование, начинаете уже сейчас выяснять все о том ВУЗе, куда решили поступать. После этого можно спокойно говорить, что да, я выбрал этот ВУЗ, и в этом ВУЗе я получил достаточно знаний для того, чтобы дальше продвигаться в нашей современной бурно-кипущей жизни. Мало кто знает, что в Украине существует государственная форма кредитования высшего образования. А между тем, социальную суду или льготный государственный долгосрочный кредит предоставляет Министерство образования и науки. На это ежегодно в госбюджете закладывается определенная сумма. Если, к примеру, материальное состояние семьи не позволяет оплатить образование студента, а он между тем проявляет высокий уровень знаний и желание учиться, можно обратиться в специальную комиссию при Министерстве образования, написать заявление и предоставить документы, которые подтверждают необходимость получения государственного кредита. При одинаковых результатах вступительных экзаменов среди абитуриентов, которые претендуют на получение высшего образования за счет кредита, инвалиды, дети-сироты, а также из малообеспеченных и многодетных семей имеют преимущество. Для многих такой кредит действительно может стать выходом. Во-первых, деньги предоставляются на 15 лет и всего под 3% годовых. Эти деньги выделяются Министерству образования, а оно уже, в свою очередь, распределяет их между вузами Украины. Выбирая вуз, будьте предельно осторожны, ведь Украина на пороге большой реформы системы образования. Об этом не единожды заявлял министр Дмитрий Табачник. Минобразование планирует существенно сократить количество вузов в Украине, и многие частные заведения вскоре могут перестать существовать. Инициатива Министерства образования вполне оправдана. В Украине вузов больше, чем в Германии, Великобритании, Польше, Италии и Бельгии вместе взятых. В этом году школу в стране заканчивают 380 тысяч учеников, а вузы сегодня предлагают 800 тысяч мест. При этом качество образования неуклонно снижается. Так что сегодня для нас особенно актуален принцип «лучше-меньше, да лучше». Кстати, подобную реформу не так давно пережила Россия. И надо отметить, что там качество образования существенно улучшилось. Будем надеяться, что и у нас в Украине абитуриенты смогут найти себе вуз по душе, из которого выйдут востребованными профессионалами. Желаю всем выпускникам удачи. А если при поступлении в вуз вы столкнетесь с нарушениями ваших прав, или вам будет нужна консультация, звоните на телефон горячей линии партии «Союз» 60-10-05. А мы всегда будем рады вам помочь. А сегодня все. С вами был Лев Миримский и программа «Уроки выживания». Мы не учим вас жить. Мы хотим вам помочь защитить свои права. Давайте бороться за свои права вместе. Вместе мы победим.